Зима уже не просто близко, она уже настала, как по календарю, так и, в принципе, по погодным условиям. И для нас с вами очень важно подготовиться к этому периоду, выбрать ту косметику, которая будет хорошо себя вести в холодное время года, и в то же время не будет пересушивать кожу, так как для многих людей это действительно большая проблема. Мои рекомендации сегодня будут лучше всего подходить тем, у кого нормальная, комбинированная, склонная к сухости кожа, либо сухая. Но если вы вдруг не причисляете себя ни к одной из этих категорий, не спешите выключать видео, потому что у меня также есть рекомендации, которые, в принципе, подходят любому типу кожи, и в целом они такие довольно универсальные. И давайте уже погнали, потому что у меня очень много здесь всего, а я не хочу, чтобы это видео было 35 минут. Также в этом видео вас ждет небольшой сюрприз, вернее, такие сюрпризы будут разбросаны по всем декабрьским видео, а именно это будет конкурс на помаду от Too Faced из линейки Melted. Она, кстати, тоже очень классно подходит именно для зимнего периода, поэтому я вам очень рекомендую подписаться на мой канал, потому что это будет обязательным условием для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, поэтому подписывайтесь, и все подробности и детали по поводу этого конкурса будут в описании под видео. Моя первая рекомендация хорошо подойдет тем, кто ощущает чувство стянутости после нанесения тональной основы, и для таких случаев я хочу порекомендовать вот этот вот праймер в форме спрея от Colourpop. Это конкретная линейка Amethyst, и этот спрей действительно добавляет вот такой вот эффект увлажнения, после него тональная основа ложится намного более приятно и намного меньше сушит кожу, и в целом этот спрей дарит такое ощущение свежести, что в принципе очень приятно всегда, но мне кажется в зимний период особенно. Что касается тональных основ, то здесь у меня три рекомендации. Первые две это такой повседневный вариант, у меня это две вот такие тональные основы, первое из них я делаю даже отдельное видео на нее, это Avon True Color. Очень-очень классная тональная основа, особенно хорошо подходит для нормальной, опять-таки склонной к сухости, либо даже сухой кожи, потому что она идеально ложится, ничего не сушит, нет ощущения вот этой стянутости, не проваливается в морщины, то есть очень-очень достойно себя ведет, и на каждый день это идеальный выбор, потому что эта тональная основа стоит просто копейки, поэтому я вообще не задумываюсь о том, закончится она у меня, не закончится, то есть если закончится, вообще не проблема купить новую бутылочку. Что касается Буржуа, то это, наверное, ну самая лучшая из всех вот таких вот доступных тональных основ, опять-таки для тех же типов кожи, она немножко более гелевую текстуру имеет, если вот это больше такой вот как крем-суфле, то вот эта тональная основа более гелевая, и она также потрясающе просто выглядит на всех этих типах кожи, и если выбирать между ними двумя, то Буржуа мне нравится немножко больше, она в то же время и дороже, где-то приблизительно в два раза, чем Эйвен, но все равно она остается в бюджетной марке, и нравится она мне больше, потому что мне вообще не в чему придраться в плане того, как она выглядит, как она держится. Эйвен же единственное, к чему я могу придраться, она немножко разовит, даже те оттенки, которые нейтральные, они немножко вот как-то на коже могут разовить. Если вам нужна феноменальная стойкость, и у вас пачкается, например, одежда или шарфы вот в этой вот зоне, и вам нужно просто нанести что-то такое, чтобы выйти, и вот пока вы не захотите это снять с лица, чтобы оно держалось, то я вам могу посоветовать тональную основу от Fenty. Вот эта рекомендация как раз-таки может подойти и для жирной кожи, потому что тональная основа матирующая, но я хочу, чтобы те, у кого сухая кожа, не пугались, потому что она странная, эта тональная основа, и она действительно, мне кажется, подходит для всех типов кожи, потому что на сухой коже она очень хорошо себя ведет в плане того, что она не проваливается в какие-то морщины, не подчеркивает морщины, и в то же время нет ощущения вот этой вот суперсухости, да, она может немножко подсушивать, именно поэтому я чем-то вот таким вот пользуюсь, и также, естественно, хороший уход нужно наносить, но для жирной кожи тоже отличный выбор, потому что она очень стойко, классно держится, и не отпечатывается, вот сейчас она, кстати, у меня на лице, и, кстати, я постаралась вообще вот все просто, все, что я здесь выложила, я все постаралась нанести на лицо, чтобы вы могли оценить результат. И, кстати, так как это видео с фаворитами, в таких видео я обычно показываю вам свои картины, и это видео я не хочу, чтобы было исключением, я написала еще одну картину, это, ну, как это называется, свободная копия картины, которую в оригинале написал художник Колин Стейплс, то есть это не моя авторская работа, и самое главное, что я хотела вам рассказать, эту картину я написала вообще буквально за несколько часов, настолько легко пошел процесс у меня написания этой картины, а все потому, что я писала ее не наобум, а я следовала четким инструкциям мастер-класса, который я нашла на сайте Секреты Мастеров. Вообще этот сайт, это просто потрясающая находка для тех, кто увлекается каким-либо творчеством, потому что на нем собраны просто сотни, сотни и сотни разных мастер-классов, очень подробных, на разные темы, не только живопись, которая меня, естественно, интересует больше всего, но там также есть и валяние, и создание украшений, и очень-очень много разных рубрик, и чем бы вы в плане творчества не увлекались, скорее всего, там вы найдете нужную вам тематику. Секреты Мастеров — это время твоего развития. Здесь вы получаете доступ сразу ко всем мастер-классам по различным тематикам. Мастер-классы проходят как в формате онлайн-трансляции, так и можно смотреть их в записи. Вы можете пользоваться удобным расписанием по дням и неделям, или включить уведомления о предстоящих мастер-классах. На сайте вы также найдете рейтинг мастеров и сможете выбрать лучших для себя. Более того, во время живого мастер-класса вы можете общаться в чате как с мастером, так и с другими людьми со схожими интересами, как у вас. Меня больше всего интересовала, конечно же, живопись, и посмотрите, как много здесь уроков. Просто сотни! Если вас интересует конкретное направление или техника, вы можете делать поиск по сайту. Например, поиск по слову «масло» выдает все мастер-классы по живописи маслом. На сайте есть удобный личный кабинет, где вы можете посмотреть график трансляции или сохраненные мастер-классы, а также подписаться на какой-то из каналов. Если же вы настолько уверены в своих силах, что можете не учиться, а обучать сами, то вы можете оставить заявку и стать мастером на сервисе. Стать мастером можно в любом направлении. Обязательно развивайте свою творческую сторону, тем более, что сейчас это сделать можно очень просто. Всего за 59 рублей вы можете получить доступ ко всем мастер-классам на этом сайте. Ссылку я вам обязательно оставлю под видео. Ну что ж, своей новой картиной я вам похвасталась, поэтому буду ее сейчас отставлять. И возвращаемся уже к косметике. Что касается зоны под глазами, то здесь я уже говорила, что зимой у меня вот эта зона – это просто кошмар. А учитывая то, что я еще и месяц проболела, то сейчас вообще катастрофа какая-то. И я на зиму и весну всегда рекомендую консилер под глаза от It Cosmetics, который называется Bye Bye Under Eye. Очень-очень классный консилер, но его нужно уметь правильно наносить. Это не тот консилер, который вы как в инстаграме выливаете вот так вот просто ручей на себя, а потом как-то пальцем или кистью там, в общем-то, размазываете. Нет, в таком случае он у вас просто завалится во все морщины, будет каким-то ком салом лежать под глазами. Я оставлю ссылку на видео, где я наношу похожий консилер, и там посмотрите технику, как правильно наносить такие консилеры для того, чтобы они не пересушивали зону под глазами и не заваливались в морщины. Поэтому вот это однозначно мой выбор сейчас. И Tarte Shape Tape на зиму и на весну, наверное, не самый лучший выбор в плане зоны под глазами, но если есть какие-то несовершенства или если вы хотите его использовать как базу под тенью, отличный вариант, я им продолжаю пользоваться. Единственное, не под глаза, потому что под глаза слишком сейчас пересушивает. Что касается пудры, то я здесь помнила о своем давнем фаворите, это пудры Hourglass. И я вам хочу порекомендовать в первую очередь оттенок Dim Light. Если в мире существует пудра, которая идеально подходит для сухой кожи, то это вот только, наверное, вот эта пудра. Потому что она какая-то уникальная. Она ложится абсолютно прозрачной такой вот вуалью. То есть, если даже вы живете в стране, где можно зайти и потестировать, сделать сводч этой пудры где-то в магазине, то, сделав сводч, вы не увидите ничего. То есть, сделав сводч, вы посмотрите и подумаете, и что я должна увидеть, собственно. Потому что эта пудра, она вообще непонятная, когда ее сводчишь, но когда ее наносишь на лицо, она, во-первых, не пересушивает кожу, во-вторых, она делает софт-фокус, вот такой вот блюр-эффект на лице, как будто уже ретушь фотошопа произошла у вас на лице. И я, кстати, наношу ее с помощью спонжа. Я влажным спонжем, не мокрым, а именно влажным таким еле-еле, вот буквально так делаю один раз и наношу вот так вот в эту зону или там, где мне нужно закрепить мою тональную основу. Для бровей в последнее время очень сильно я полюбила карандаш от Colourpop, который из линейки Brow Boss. Очень он мне понравился, сейчас опять-таки он у меня в бровях, и настолько он мне понравился, что я купила еще два карандаша других оттенков, этот оттенок Blonde и оттенок Soft Black, для того, чтобы, ну, не только на себе делать брови, но еще использовать его в работе. Карандаш по своей текстуре достаточно суховат, и также он имеет очень тоненький такой вот грифель, как, в принципе, Anastasia Beverly Hills или Benefit карандаши, тоже похожий есть, и из-за того, что он вот такой вот немножко более суховатый, им можно прям форму прорисовать очень хорошо, из-за этого он мне и понравился. Что касается глаз, здесь у меня, в принципе, все как обычно. Продолжаю любить я свои тени Colourpop, которые вот в рафилах я собирала. Если вы хотите попробовать тени Colourpop, но я понимаю, что, например, там оттенков 10 взять, это уже достаточно много денег нужно потратить, у них сейчас на сайте есть разные палетки вот такого вот плана, маленькие. У меня вот эта палетка Yes, Please. Я на нее обязательно сделаю детальный обзор также с макияжами. Отличное качество, точно такое же, как и вот эти рефилы. Ну, единственное, здесь по граммам немножко меньше, чем в рефиле, но в то же время за 16 долларов, по-моему, отличный вариант, чтобы попробовать, что это вообще за тени. Ну и также я продолжаю рекомендовать палетку Morphe и Jaclyn Hill. Конкретно эта палетка классная, я за нее ручаюсь, и все, кто по моей рекомендации ее покупал, все пока остались довольны, все пользуются с удовольствием. Поэтому это те тени, которые я сейчас рекомендую, которыми я сама пользуюсь, и сейчас у меня на глазах тоже комбинация теней Colourpop из моих рефилов, которые я собрала. Что касается макияжа лица, давайте закончим. Бронзер, румяна, хайлайтер, это все вот в этой палетке можно найти от Gouche. У меня, видите, бронзер здесь, это самая любимая ячейка, которая уже до дырки дотерта, я уже скоро плакать начну, потому что уже совсем тяжело набирать вот так вот по краям этот оттенок. Бронзер просто феноменальный, опять-таки он на мне, всегда им пользуюсь, очень мне нравится, как он освежает лицо. Хайлайтер здесь тоже очень хороший, он более деликатный, подходит для дневного макияжа, подходит для реальной жизни. Румяна здесь самые такие никакие, потому что их особо не видно, и если вы пользуетесь скульптурирующей пудрой, то этой пудрой вы тоже найдете применение, потому что том у нее хороший. Что касается хайлайтера, который у меня сейчас на лице, это Бека в оттенке Moonstone. Я вам показывала, что я купила вот этот небольшой наборчик, здесь в жидкой форму этот же хайлайтер и в сухой. Сегодня у меня на лице в сухой форме, но жидкая это просто вообще моя мега любовь, я хочу в большую банку купить этого хайлайтера, потому что он настолько красиво лежит на коже, и опять-таки, если есть сухость кожи, то это будет вам просто лучший друг. Что касается губ, то здесь я выбрала то, чем я, скорее всего, буду пользоваться больше всего. И первое, что хочу порекомендовать, это карандаши от Гош. Оттенок у меня конкретно, я вам сейчас показываю, 11-й нуга. Он у меня сейчас на губах и немножко сверху блеском я тоже его покрыла. Нюдовый такой вот оттенок, очень приятный, под все, в принципе, подходит. И так как сейчас очень активно возвращаются блески для губ в различных формах, то есть уже не только матовые губы, но и вот такие вот глянцевые возвращаются, то мне кажется, что этот карандаш отлично работает как база, и поверх, если нанести какой-то блеск, очень получается симпатичный нюд. Помады, которые я постоянно ношу, то одну, то вторую, я вам их миллион раз уже показывала. Первая это Rimmel из линейки Kate, оттенок Rock'n'Roll Nude. Она, ну, такая нюдовая и немножко персиково-розовая, ближе к персику, ближе к розовому, тоже такая розово-персиковая, но ближе к розовому. Оттенок Snowcap это NYX Butter Lipstick. Очень классные две помады, вот прям такие приятные, не надо с ними там сильно думать, нанес и пошел. И еще то, что мне нравится, и то, чем я пользуюсь тоже регулярно, это помады от Colourpop. Больше всего на зиму я рекомендую не матовую серию, а сатиновую. Сатиновая очень приятная, она немножко такая ближе к суфле, а не к просто кремовой помаде. И она не полностью высыхает на губах, из-за этого она не полностью их пересушивает. У меня достаточно много помад, все такие приблизительно в одинаковом оттенке, такие какие-то розоватые, нюдоватые. Мне все они нравятся, в общем-то, в зависимости просто от настроения, я выбираю ту, которой хочу пользоваться сегодня. Ну что ж, вот, собственно, и все. Я с вами поделилась абсолютно всеми своими рекомендациями на зиму. Обязательно пишите в комментариях, что вы считаете своим мастхевом на зиму, что вам очень нравится, вот прям суперсредство для зимы, без которого вы никак не можете жить, и которое летом вы откладываете, и вот зимой именно достаете, вспоминаете, как это вообще классно. На этом у меня все, я уже буду заканчивать это видео, но не спешите уходить, потому что вот здесь вы можете подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. И также YouTube для вас приготовил здесь несколько других видео, которые вы можете посмотреть. Если вы вдруг их не видели, то тоже посмотрите, и я вам напомню, что если вы хотите поучаствовать в конкурсе на вот эту помаду от Too Faced, подписаться нужно обязательно. Так, вроде ничего не забыла, поэтому мое дело уже сделано.